Добрый день, уважаемые слушатели. Алексей Осотов, отдел маркетинга компании Basalt SPO. Надеюсь, меня хорошо слышно? Я слышно. Хорошо. Один с утра мы начинаем наш вебинар, который называется «Решение Альт в ИТ-инфраструктуре на примере Пака Патриот». Участники сегодня, наши спикеры, это начальник отдела продаж компании Basalt Евгения Крынина и Андрей Шкаруба, начальник отдела технического обслуживания компании Galax, офис, который находится в Барнауле, Новосибирске, Бийске и ряде других городов, включая Москву, Красноярск. Партнер компании Basalt, компании Galax, это системный интегратор, который разработал решение на базе ОС Альт, которое называется «Пак Патриот». Буквально сделаю две ремарки и перейдем к нашему, собственно, основной части. Ну, во-первых, обратите внимание, что мы находимся в онлайне сейчас, и, соответственно, у всех участников есть возможность писать в чат свои вопросы. Просьба только тех, кто как гость называется у нас, подписывайтесь, кто это, чтобы было понятно, потому что я так понимаю, что не все написали свои фамилии и имя. В конце мы сделаем обзор по вопросам, и, соответственно, наши спикеры ответят на вопросы. Вот. И буквально два слова. Значит, что сегодня за такой вебинар? Значит, по последнее время, я называю это время паков, время программно-аппаратных комплексов. За последнее время много очень выпущено таких комплексных решений. Они, прежде всего, они необходимы для поддержки инфраструктуры, предприятий, регионов, организаций. Соответственно, ну, о многих паках можно прочитать у нас на сайте в разделе «Выполненные проекты». За последнее время это такие, как многоместные рабочие станции «Горыныч», МФЦ+, закрывающие решения региональных муниципальных центров государственных услуг. И вот сегодня программно-аппаратный комплекс «Патриот» на основе операционных систем «Альт» и совместимых, большого количества совместимых программ российских разработчиков. Ну, подробности я не хочу отнимать, так сказать, хлеб у наших докладчиков. И второе, что я хочу обратить внимание, что это готовые тиражируемые решения, которые могут быть тиражируемы как в регионах, так и в организациях. Интересный, соответственно, сегодняшний вебинар как представителям руководящего состава, региональных органов власти, предприятий, организаций, так и специалистам, работающих в этих организациях. Организации занимаются переводом своей инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. И, соответственно, сегодня можно получить исчерпывающую информацию, как это можно делать. На примере Пак Патриот. Ну, и вообще все пользователи, использующие подобные программы, всем интересующиеся особенностями региональной информатизации, журналисты, пишущие на эту тематику, всем вам будет интересен сегодняшний семинар онлайн. Я думаю, что в целом примерно все понятно. И сразу передадим слово Евгении Крыниной. Женя, пожалуйста, слушает тебя. Спасибо. Да, коллеги, здравствуйте. Значит, пробежусь немного по истории нашей компании, вдруг из присутствующих там не все нас знают, не все подробно знают. Про Пак Патриот все-таки, да, я более подробно расскажу сам Галакс. Собственно, компания, да, называется у нас Базарь Теско, кто-то нас знает, как Альт Линукс. В 2015 году был ребрендинг, соответственно, на рынке уже существуем более 20 лет. Это первая компания отечественная по Линуксу, по операционным системам на базе Линукса в Российской Федерации, когда импортозамещения еще не было, еще никто не думал. Начали заниматься, создали свою платформу сборки, свои инструменты разработки, тестирования, своя инфраструктура и свой репозиторий Сизиф, на базе которого, соответственно, и базируются все наши решения. Сизиф репозиторий состоит из различных проектов. Наши разработчики участвуют в международной разработке, международных проектов очень крупных, и по Самби, и по Ядру, и по Глипси, и многие другие. Соответственно, со всех международных разработок формируется Сизиф. Наши доработки идут. И на базе Сизифа уже формируются продукты база Линску, в том числе сертифицированные. Соответственно, операционные системы у нас включают обычные продукты. Это рабочая станция, это сервер, это виртуализация и контейнеризация, отдельный продукт для образования. Есть сертифицированный дистрибутив Альт-СП, он включает также дескстоп, сервер, виртуализацию и контейнеризацию. Это все продукты в реестре. И есть продукт не из реестра, а Simply Linux, который бесплатен для частных организаций и бесплатен для физических лиц. Соответственно, да, очень большое внимание уделяем о совместимости. Операционные системы никому самостоятельно не нужны. Те продукты, которые находятся в реестре, с ними постоянно ведется работа по совместимости. На регулярной основе они обновились, мы обновились. В таком ключе постоянно ведется работа. И здесь вы можете быть уверены, что ваш пак, который у вас на рабочем месте, он будет постоянно работать и обновляться. Естественно, большое внимание уделяется и архитектурам. Поддерживаем мы сейчас 10 аппаратных платформ. Это включая даже 32-битные, которые еще есть во многих регионах и будут еще эти машинки существовать. Не все сейчас пока возможно заменить. Естественно, российские платформы, такие как Байкал, Эльбрус, им также уделяется повышенное внимание. Что из особенностей, да, помимо того, что у нас свой репозиторий, да, это своя команда, свое сообщество, у нас большое внимание уделено сейчас инфраструктуре и, соответственно, поддержка групповых политик Microsoft Active Directory. Из реализованных политик уже довольно большое количество, здесь довольно не все перечислено. В том числе можно управлять из-под оснастки R-SAT, можно управлять альтовыми машинами. Также у нас есть своя оснастка ADMC, которая позволяет отказаться от компьютера с Windows и, тем не менее, управлять также машинами и пользователями, что еще также огромное отличие от инструментов просто в Linux. Есть у нас также VDI, VDI тоже идет из коробки на основе OpenDS, нет за него отдельных лицензий, отдельных платежей. Это не отдельный продукт, клиент идет в составе наших дистрибутивов. Что касается Патриота, да, это то, ради чего мы собрались. Мы с компанией Galaxy работаем уже очень давно, еще получают с Linux, и сейчас в Galaxy очень мощное Linux-овое подразделение. Galaxy является нашим полноценным технологическим партнером с сертифицированными специалистами, и Galaxy сейчас полноценно оказывает услуги внедрения и сопровождения Linux-систем. В проекте по Патриоту была у нас комплексная задача. Мы собрали фариманы, решали кучу других там вопросов во время выполнения контракта, но я думаю, здесь Galaxy более подробно расскажет. Galaxy в целом себя показал очень грамотным, очень сильным интегратором, который действительно способен решать нестандартные задачи, которые сейчас стоят перед нашими органами власти и другими организациями по переходу на отечественные продукты. Соответственно, вот ПАК Патриот, в нем система управления на базе операционной системы, АЛЬТ, уже там запущено, если не ошибаюсь, сейчас более 300 мест, и дальше это масштабируется. Решение рассчитано на 50 тысяч пользователей в общей сложности. С Galaxy у нас есть также и другие совместные проекты, то есть это в том числе вот по Новосибирской области, там очень большое количество лицензий как для образования, так и для медицины, и все это также подразумевается, что будет в единой системе управления. Контакты наши все здесь, я думаю, я передам все-таки теперь слово Galaxy, по Патриоту более подробно коллеги расскажут. Да, Женя, большое спасибо. Андрей, мы передаем вам слово. Соответственно, сначала вы ролик, да, хотели показать? Да, спасибо за предоставленное слово. Коллеги, добрый день всем участникам мероприятия. Действительно, у нас есть небольшой ролик заготовленный по ПАКу Патриот, я предлагаю начать с него. Сейчас попробую его запустить, чтобы дать представление нашим участникам полное о проекте. Инфраструктура госучреждений включает множество программ и сервисов и традиционно базируется на иностранном ПО. При установке отдельных российских программ возникают проблемы совместимости, снижается производительность, недовольство пользователей растет. Для эффективной работы необходимо полное импортозамещение. Его предлагает Патриот. Комплекс включает решения для рабочих мест и управления системой. ПАК полностью заменяет иностранные программы для сотрудников, операционную систему, почты, офисные приложения, антивирус и средства защиты информации, а также программы, с которыми работает IT-департамент для централизованной настройки и администрирования. Операционная система Alt — это привычный графический интерфейс и работа с приложениями, файлами и сетевым окружением. Пакет R7 Office позволяет работать с документами, таблицами и презентациями, включает инструменты для совместной работы и поддерживает форматы MS Office и Open Document. Для комфортной работы программы легко интегрируется с государственными информационными системами. Управление на базе OS Alt позволяет быстро решать задачи по контролю ведомственных IRM-пользователей. Для организации электронной почты используется сервер Tego Enterprise. Это быстрое и безопасное решение отечественного производителя. Компанией Galax совместно с Центром информационных технологий Новосибирской области уже реализован проект по переводу IT-инфраструктуры на отечественные решения для правительства региона. Программные продукты полностью настроены на работу друг с другом. Стоимость российского программного обеспечения для одного рабочего места на 40% ниже по сравнению с иностранным ПО. А реализованная система управления позволяет администраторам оперативно устанавливать и обновлять программное обеспечение пользователей. Созданное решение может быть легко масштабировано или тиражировано. Патриот. Переход на отечественное ПО просто, понятно и безопасно. Так, слышно меня, да, коллеги? Слышно хорошо. Отлично. Коллеги, спасибо за предоставленное слово. Рад приветствовать всех слушателей нашего вебинара. Я вижу много, достаточно людей собралось. Интерес к российским программным продуктам растет. И мы, как интегратор, для нас это понятная история. Года четыре тому назад мы начали внедрение в инфраструктуру заказчика рабочих станций на российских операционных системах. Это были самые первые шаги, когда мы поняли, что достаточный скелет для того, чтобы госслужащий выполнял свои обязанности. Он сформирован различными разработчиками программного обеспечения. Там были уже антивирусы на тот момент и средства крипто. И после проведения нескольких таких внедрений в 2019-2020 году мы задумались о том, что данным парком машин нужно управлять. Соответственно, нужна система управления, которая позволит системным администраторам, не увеличивая их количество, не снижая качество предоставляемых услуг, управлять парками операционных систем российских, около десятков тысяч, начиная от нескольких сотен. Ну и последние два года очень многие российские производители софтовых решений выдвинули на рынок различные сервисы, которых функционал достаточен для того, чтобы начинать их внедрение. Это и почтовые сервисы, сервисы ВКС, сервисы виртуализации. Наша задача здесь, как интегратора, выбрать, наверное, те решения, которые устойчивы будут на рынке развиваться, в архитектуру которых заражен рост. Именно так мы, наверное, познакомились с компанией «Базальт». Это было лет 10 назад на дневрении его образования, когда они еще были компанией «Линукс». И, в общем-то, сделали тогда ставку на то, что они будут передовиками в инфраструктурных решениях и не ошиблись до сих пор. В общем-то, мы считаем, что стоит довольно-таки много различных решений, реализованные именно в дистрибутивах «Альт», в том числе и групповые политики, о которых упоминала сегодня Евгения. Отличный проект, когда они работают прямо так, как мы привыкли, в экосистеме «Майкрософта». В общем-то, пару слов о нашей компании. Начинаем мы с историей в 1993 году. География наших работ на сегодняшний день – это вся территория нашей страны. Тем более, что сейчас история с удаленными работами заказчика, ну, как бы, относится более лояльно. Ну, для нас понятна история оказаться, в общем-то, и в вашем офисе провести работы на месте. Наш основной офис распроводен в городе Барнауле. У кого 300 сотрудников работает во всей компании. Ну, также есть офисы в Москве, Новосибирске и Бийске. Мы входим в 25 лучших системных интеграторов, не первый раз. Ну, и имеем другие, в общем-то, оценки от уважаемых экспертов положительные, с которыми можно на нашем сайте ознакомиться. Я, в общем-то, являюсь техническим лидером, руководителем группы инженеров, которая в нашей компании занимается внедрением российского программного обеспечения. И сегодня я хотел рассказать о том, как мы видим внедрение в большие инфраструктуры отечественных продуктов, построение так называемой IT-экосистемы, что, по сути, является проектом Патриот. Мы делим внедрение на три части. Это компоненты, которые располагаются непосредственно на рабочих местах. И сами рабочие места, да. К ним, в общем-то, на большой инфраструктуре, конечно же, нужна система управления, которая обеспечивает авторизацию, идентификацию пользователей, управление конфигурациями, жизненным циклом рабочих станций, также средства развертывания, вновления программного обеспечения, средства удаленной поддержки пользователей и системы инвентаризации и мониторинга. И третий компонент, с которым мы занимаемся, которые различные решения есть в нашем портфеле, это сервисы, которые уже, в общем-то, интегрированы с системой управления, и их можно использовать, клиентскую часть их можно использовать на рабочих местах. Это, конечно же, почтовый сервис, система унифицированных коммуникаций, корпоративные средства защиты, системы виртуализации, системы резервного копирования. Что же такое комплексный проект, как мы его сейчас понимаем? Это поэтапный план перехода с комплексным подходом, который позволяет решить в начале проблемы заказчика, как и с чего начать, и избежать лоскутного импортозамещения. Почему, в общем-то, проект поэтапный создается? То есть понятно, что не сразу в больших инфраструктурах можно мигрировать все сервисы. Это раз. Во-вторых, каких-то сервисов вам может не хватать критически важных функций. Поэтому на первом этапе, после аудита вашей инфраструктуры, мы составляем план. В плане, в общем-то, описаны все имеющиеся сервисы, и как они могут быть замещены последовательно и связанно. Допустим, сначала замещаются службы каталогов, потом производятся какие-то недостающие доработки функций совместно с вендором к почтовому сервису и происходит на следующий год импортозамещение почтового сервиса. Ну и так далее. Такой план, который составлен в самом начале, в котором уже определены этапы, продукты и действия, которые необходимо делать, позволяет как раз избежать того, что компоненты будут не согласованы, не будут взаимодействовать между собой. Может быть, вам даже не хватит какого-то функционала. Не так давно, в общем-то, в одном из создавших заказчика я наблюдал внедренные две системы виртуализации, потому что одна из них, в общем-то, не подошла под построение VDI. Три года там были, четыре назад они внедрили одну систему виртуализации, но теперь у них, в общем-то, их две. Да, также проблема сейчас в IT-отделах – это то, что персоналы, руководители IT-отдела не очень, скажем, понимают, насколько будут эти решения инфраструктурные, работоспособные. Не так много сейчас информации о том, что есть большие инсталляции, что они успешны, и несмотря на то, что даже у нас есть успешные кейсы, все равно не очень хочется IT-отделам менять свои инструменты. Мы в наших проектах обеспечиваем техническое сопровождение на всех этапах, конечно же, как на этапе внедрения, но очень бы хотелось рассказать еще и о нашем опыте, которые мы, в частности, с Новосибирской Минцифрой получили на этапе сопровождения. Это и обучение специалистов, которые управляют созданным решением. И буквально, наверное, месяцев через 5-6, может, чуть побольше, да, то есть специалисты заказчика, в общем-то, они изучают систему и вполне способны уже управлять ей сами, решать какие-то задачи по администрированию, те, которые, в общем-то, казались им неразрешимы. Здесь наша задача обеспечивать данное сопровождение, да, на этих этапах. Ну и неготовность этих персонала, да, в начале проекта она решается тем, что есть инструменты управления инфраструктурой, позволяющей выполнять каждодневные действия системных администраторов, начиная от того, чтобы завести пользователей, да, удалить пользователей, добавить компьютеры, применить какие-то политики по компьютерам, такие как развертывание определенного программного обеспечения, собрать компьютеры в группы и после этого, допустим, изменить в них параметр какой-то, допустим, чтобы экран монитора блокировался через 10 минут. Такие графические инструменты есть для всего этого, ну, что позволяет, в общем-то, настройку осуществлять из привычных, я бы сказал, наверное, графических инструментов. Ну, и неготовность пользователя к переходу, да, и это работа с пользователем в плане обучения, в плане адаптации интерфейсов, ну, и различных поощрений. Этап реализации комплексного проекта по импортозамещению представлен на данном слайде. Это тот самый первый этап, о котором я говорил, составление плана. Далее идет создание пилотной зоны. Конечно, бывают у нас и планы, которые делаются в один этап, вот, когда инфраструктура совсем небольшая, скажем, и там не так много сервисов используется, ну, чаще всего пилотируется какой-то из этапов плана, на котором мы совместно с заказчиком, совместно с его инженерами проверяем, что продукт обладает должной функциональностью, в общем-то, удовлетворяет требованиям, сам заказчик убеждается в том, что это действительно работоспособно и пригодно для использования в его IT-инфраструктуре. Далее идет подготовка графика работ по внедрению, описание, какая будет миграция, потом поставка внедрения и миграция, обучение администраторов и пользователей и поддержка, техническое сопровождение. Мы выработали нескольких успешных критериев успешности проекта, среди них, конечно же, это тесная команда заказчика, интегратора и разработчика программного обеспечения. Конечно, если все три этих звена стремятся к цели, то проект любой сложности, если есть команда такая, реализуется довольно-таки интересно и в заданные сроки. Ну, а для того, чтобы, в общем-то, не проводить эти проекты быстро, у нас есть типовые сценарии, методы внедрения, выработанные за последние два года. Мы реализуем под ключ данные проекты и сопровождаем их после реализации. Чуть подробнее я расскажу о том, что мы создавали в Новосибирской Минцифре. Вот, это система управления, я бы сказал, две системы управления. Одна из них – это система управления серверным сегментом и вторая – система управления автоматизированными рабочими местами. Обе они построены на операционных системах АЛЬТ. Одна из них, соответственно, в основном они, скажем так, различаются, используемыми службами каталогов, потому что в серверном сегменте большинство компьютеров было с ядром Linux, и там было целесообразно использовать службу каталогов и APA, собственно, при работе с рабочими местами пользователей, с этим сегментом, то есть где предполагалось, что еще какое-то время будет существовать, может быть, даже продолжительная операционная система Microsoft, мы использовали службу каталогов Samba, которая позволяет, как сохранить управление компьютерами под управлением Microsoft-овских систем, так, в общем-то, и управлять новыми рабочими местами уже под управлением российских операционных систем. За время проведения, в общем-то, совместно с компанией BASAT мы решали множество интересных задач, в частности, конечно, у нас выполнено теперь много знаний о том, как эти две службы каталогов основных, которые есть в дистрибутивах, основные решения для службы каталогов, как они могут взаимодействовать между собой, какие уровни доверия между ними можно строить, а также какие доверия можно организовать между ними, и для того, чтобы вписать данные службы каталогов, допустим, уже в существующую инфраструктуру, построить для переходного периода, то есть структуру для того, чтобы мигрировать рабочие места из одной службы каталогов в другую. Много разных ситуаций было, одна из самых запоминающихся, когда, в общем-то, мы решали задачу неработоспособности различных DNS-суффиксов в службе каталогов SAMBA совместно с компанией BASAT заключалась она в том, что, как оказалось, нет поддержки нескольких суффиксов SAMBA. Мы довольно-таки все привыкли, что в Active Directory различный функционал, да, он есть по умолчанию, и когда мы построили доверие между Active Directory и SAMBA, наши пользователи, которые оставались еще на старом решении, они, в общем-то, не могли никак авторизоваться в новом службе каталогов. Оказалось, что это связано с тем, что используется несколько суффиксов. Ну, допустим, один из них называется test.local, который был в самом начале, да, когда создали службу каталогов. Но потом понадобилась, наверное, интеграция с Exchange или еще какая-нибудь, и, в общем-то, там было еще несколько суффиксов. Допустим, пользователь мог быть основной суффикс test.ru. Довольно-таки долго мы провозились с тем, чтобы выяснить, наверное, дня три, что же у нас вообще происходит. Потому что доверие работает, все связи есть, пользователи часть авторизовываются, а часть нет. Ну, постепенное увеличение детализации локов, разбор их, ну, скажем, в какой-то момент дал нам ответ, да, что у нас в каких-то строчках написано test.local, а в каких-то тестах .ru. и мы наконец-то поняли, что у заказчика, в общем-то, несколько доменных суффиксов, что не позволяет пользователям авторизовываться. То есть, что можно, мы предприняли в данной ситуации, обратились, конечно же, в первую очередь к разработчику, с которым у нас были определенные отношения на данном проекте. Но оказалось, что ситуация еще ослабляется тем, что программисты, которые занимаются серьезно проектом самбо, я уже упоминал, да, что групповые политики, которые, допустим, реализованы командой Bazalt, это серьезная, неотъемлемая часть самбо, сделана, как часть самбо, неотъемлемая, сделана как часть самбо. То есть, они, в общем-то, удивились, сказали, что это такое несколько суффиксов, и как это вообще работает. Оказалось, в общем-то, занимаются они, понятно, самбо, но при этом Active Directory они никогда не администрировали. Пришлось создать, наверное, документ такой, который описывал бы, что за функционал нам нужен самбо. Со ссылками на спецификации Microsoft, со ссылками на документацию, как это должно работать. Потом создали стенд, как это реализовано, чтобы показать коллегам. и после этого довольно-таки быстро, когда у нас была понятна задача разработчикам, да, они за три дня нам выдали патч, который позволял данную функцию заработать, да, что позволило очень быстро продолжить дальнейшие работы, ну, не останавливать проект. нас сразу сказали, ну, патч вот патч, но, в общем-то, это незаконченное произведение, оно должно войти, конечно же, в дистрибутив, и, наверное, через какое-то время был создан патч, который ушел в AppStream, в проект Самбо, за что тоже отдельное спасибо команде базальт, когда они свои, в общем-то, наработки, свои патчи, реализуют уже сразу в AppStream проекте, что позволяет, в общем-то, потом это использовать всем. И через какое-то, наверное, через полгода, нет, наверное, поменьше, наверное, месяца через три мы получили уже в платформенном репозитории данный пакет, собранный, мы, в общем-то, все в дистрибутиве он появился, и, наверное, еще через полгода мы получили его защищенно в дистрибутиве, потому что не так легко, скажем, туда обновление доставить. Оно должно в сертификацию там пройти. Ну, вот, теперь этот функционал в целом доступен всем, реализован он благодаря вот этому проекту, и тут наша задача, конечно же, как интегратора, знающего вашу инфраструктуру, инфраструктуру заказчика, донести до разработчика конкретную задачу, которая ему может казаться совсем непонятной, потому что они не занимаются администрированием, а занимаются разработкой. Помимо службы каталогов мы, в общем-то, реализовываем систему управления конфигурациями рабочих станций, реализовываем ее на стеке Fragman плюс Puppet. Здесь наша основная задача написания различных сценариев для повседневного использования системных администраторами, для управления компьютерами на различных операционных системах. В общем-то, мы здесь учитывали, что в нашей парке могут быть не только операционная система Альта, могут быть закуплены и другие операционные системы, ну и эти сценарии, которые позволяют применять их, в общем-то, сценарии применяются группам компьютеров, да, набранным, ну, выполняют такие повседневные задачи, как, допустим, установить перечень программного обеспечения или удалить перечень программного обеспечения с рабочей станции, обновить рабочую станцию, управление фоном рабочего стола, обоями, параметрами блокировки экрана, стартовыми страницами браузера, сертификаты мы с помощью таких сценариев импортируем в хранилище, в общем-то, их у нас около, наверное, уже 20 штук, мы их все время модернизируем по различным запросам, принимается решение, нужно ли такой функционал сделать, унифицируются данные, сценарий, ну вот, допустим, у нас был не так давно кейс, когда мы, у нас был сценарий, который просто создавал локальных пользователей с паролями, да, и включал их в локальные группы, нам обратился заказчик, с вопросом, они взяли, в общем-то, сделать так, чтобы можно было управлять еще и паролями, дело в том, оказалось, что у них есть технологические компьютеры, установленные, да, и даже при потере связи человек должен на этом компьютере авторизоваться для проведения работ с оборудованием, вот, и такие случаи в них периодически случаются, тут дело в чем, люди, которые проводят работу, они меняются, и служба поддержки должна выдать конкретно тот пароль, который вот в этом компьютере, причем есть регламент, который обязует этот пароль периодически изменять, ну, в общем-то, написали мы такой сценарий, который позволяет задавать пароль на группу компьютеров для локальных администраторов, не так много времени нам понадобилось, надо не отри, ну, еще там с недельку рабочую на отладку, что это все заработало, именно так, как надо, и показать заказчику, как этим пользоваться. Ну, вот различные сценарии управления мы создаем, вот, как во время внедрения какие-то части у нас написаны, так и когда мы, в общем-то, осуществляем техническую поддержку продукта, это могут быть и сценарии подготовки к воду в доме, вот, ну, в общем-то, различные службы мониторинга присутствуют в нашей системе управления для того, чтобы вовремя отследить возможные неполадки, отповестить системного администратора, потому что когда такой большой парк, конечно же, необходимо обеспечить не только отказоустойчивость, но и, в общем-то, предупреждение аварийных ситуаций, здесь мы модернизируем все время шаблоны, которые следят за различными службами, так вот, допустим, не так давно мы обнаружили пропажу определенных DNS-записей в службе каталогов на наших тестовых стендах после какого-то продолжительного периода использования, в общем-то, разобрались с самим багом, из чего он состоял, его устранили, вышел патч там к самбе определенный, а в службе мониторинга, в общем-то, добавили еще мониторинг этих DNS-записей в шаблон, чтобы, в общем-то, оперативно среагировать на такую ситуацию уже у заказчика, вот, ну и различные сценарии, допустим, у нас случайно были выявлены, почему-то там вдруг прекратилась синхронизация между двумя контроллерами, а вот такие вещи, служба мониторинга очень быстро реагирует, сообщает администратору, что пора на это обратить внимание. Система обновления программного обеспечения, в общем-то, она состоит из локального репозитария графического интерфейса для его обновления, а здесь мы работаем с тем, чтобы те сторонние программы, которые есть помимо скажем включенных дистрибутив, да, тоже были удобны к распространению запакованных пакетов, и тогда вся операционная система, которая развернута в первый раз, или вы ее вдруг обновляете, практически обновляется в одну команду из этих репозиторий, что очень удобно при администрировании. Нас, кстати, очень часто спрашивают о том, а как вы управляете развертыванием программного обеспечения, вот, мы используем подход, в общем-то, на развертывание образа, из образа, либо установки прямо-таки на конечное место по сети, если вдруг из образа установка не проходит, потому что, ну, скажем, железо очень сильно отличается, хотя такие, в общем-то, ситуации не так часто мы встречаем. Операционная система на базе лидералинус довольно легко переносится обычным планированием. Вот. А после этого, в общем-то, развернутая система сразу подключается к системе управления конфигурациями, и дальше мы реализовывали вот механизм автодобавления в зависимости от того, в каком, допустим, организейшн, юнити в службе каталогов находится компьютер. Ну, грубо говоря, если мы развернули конечную рабочую станцию, после этого местный системный администратор перенес ее в организейшн, юнити, там, бухгалтерия, то система управления конфигурациями тоже через некоторое время сочетает эти данные, что он перенесен в бухгалтерию, там, у нас, по-моему, не более часа, и, в общем-то, применит все необходимые апдейты к данному компьютеру и установит дополнительное ППО, ну, допустим, клиента 1С, вот, или там консультант клиента развернет, подключить необходимый шар. Вот, таким образом мы, в общем-то, не идем по пути создания все время нового образа, а образ, в принципе, можно создавать, ну, я не знаю, раз в год, наверное, этого будет достаточно. Дальше операционные системы просто обновляются до последних версий после развертывания. Да, тут немного задел тему того, что могут быть на местах системные администраторы, и это тоже, в общем-то, к нашей системе управления применимо, когда есть какое-то, скажем, централизованное управление, головная организация, под которой есть подведомственные организации, в этом случае и в системе управления конфигурациями в слухе каталогов можно разделить права администраторов, наделив, в общем-то, полномочиями местного администратора только в пределах его организации, чтобы он там мог свои компьютеры перемещать, чтобы он там мог управлять сценариями только теми, которые позволены, если, допустим, по всей организации сказано, что компьютер должен блокироваться для ввода паролей через 20 минут, то можно сделать так, что уже системный администратор, находящийся в филиале, уже не может изменить эту функцию, а может изменить, если требуется так. Ну, в общем-то, и иерархию, и вот такое дерево, компоненты системы управления поддерживают, это было, ну, к ним требование такое, также было требование подказа устойчивости, обязательного масштабирования, вот, ну, и по поддержке, как я уже говорил, гетерогенной среды, я бы сказал, даже, ну, получается, дважды гетерогенной, потому что там и компьютеры с операционной системой Майкрософт и различные могут поддерживаться компьютеры с российской операционной системой. Ну, и также в нашей системе управления есть компонент, который помогает системным администраторам поддерживать пользователей, ну, тут, конечно, рынок таких решений, он присутствует уже, здесь, в общем-то, мы использовали компоненты, которые уже входят в дистрибутив и позволяют осуществить это, ну, внутри локальной сети, скажем, не приобретая каких-то дополнительных решений. Двумя обладает, наверное, функциями данное решение, которое мы реализовывали, соответственно, есть возможность управления без, ну, с помощью групп, соответственно, администраторы, которые подключаются, да, или это могут быть подрядчики, которые, консультанты различных систем, они могут подключаться с помощью своей учетной записи в службе каталогов только к определенной группе компьютеров. Вот, это реализовано для того, чтобы, ну, ограничить права подключения ко всем, не ко всем их сделать, а только тем, которым требуется, и вторая часть, в общем-то, реализована, чтобы, когда подключаются внешние пользователи к экрану работающего человека, там высвечивается сообщение, и человек на рабочей станции, да, пользователь компьютера, он должен принять сеанс, который, в общем-то, хотят провести. Вот, ну, и также с помощью данного средства можно сделать параллельный сеанс, в котором в графическом режиме можно, не отвлекая пользователя, провести какие-то работы, необходимо. Есть система инвентаризации оборудования и программного обеспечения, в первую очередь, она задумывалась как возможность IT-отделу анализировать существующие рабочие места, существующие сервера с целью их модернизации, вот, проверки на соответствие с задачами, да, или просто, может быть, при решении каких-то проблем данная информация требуется, ну, вот, недавно тут встретили кейс, когда, в общем-то, эта система инвентаризации пишет изменения, которые происходят в компьютерах, хранит их у себя в базе данных, ну, и потребовалось понять, что же происходило с данным конкретным компьютером или сервером на протяжении последнего года, что было добавлено, что было убрано, и оказалось, что с помощью этой системы клиент смог выяснить, когда и какое изменение произошло. Вот тоже вполне себе, по-моему, интересное применение. Возвращаясь к проекту, хотелось бы сказать о, наверное, главных цифрах, да, то есть у нас ушло 8 месяцев на реализацию такого проекта, да, это от разработки архитектуры до самой реализации, сдачи в эксплуатацию, за это время было и обучение проведено, вот, и нагрузочные испытания. Сейчас, конечно же, мы такой проект готовы реализовывать гораздо быстрее. Проект реализован на 50 тысяч рабочих мест, архитектура проекта, экономия, затрат на программном обеспечении для одного рабочего места составила около 40% по сравнению с аналогичными программами зарубежными, ну, и экономия затрат на построение системы управления составила 66%, это тоже сравнивали с лицензией, плюс работы по построению именно системы управления, о которой я сегодня в большей части рассказывал. Масштабирование системы, соответственно, за каждое рабочее место, если система реализована по нашему сценарию, лицензия не требуется, 0 рублей, ну, и, в общем-то, если аналогичную систему реализовывать на продуктах иностранных, то там требуются клиентские лицензии, клиентские лицензии к службе каталогов, к системе управления, их цена розничная тоже указана на слайде. Наверное, еще пару слов о том, что мы можем вам предоставить различные стенды, у нас есть, в общем-то, среда, которая построена на антикартуализации, кстати, для того, чтобы можно было к ней подключиться и протестировать тот функционал, который вам интересен, рабочие станции, допустим, на работу каких-то приложений или каких-то решений, допустим, групповых политик, мы, в общем-то, всегда готовы предоставить ресурсы в системе виртуализации, развернуть стенд, показать, как это работает, непосредственно заказчику. Вот. Ну и решение Пак Патриота, о котором мы рассказывали, оно может быть масштабировано практически под большинство заказчиков уровня региона, и мы готовы конструктивно взаимодействовать со всеми сторонами. Наверное, стоит уточнить, что заказчик уже может владеть и использовать в продакшене лицензии на операционные системы от других российских производителей, а Пак Патриот это кроссплатформенная система и в процессе реализации чтобы заказчик в итоге получил подобный успешный результат. В дополнение к существующим могут быть использованы продукты и технологии базальства. У меня в общем-то все о каком опыте, о какой системе. Прошу, задавайте вопросы. были проведены тесты заказчики на открытие различных документов в различных его соответственно подразделениях. То есть были собраны типовые документы, типовые шаблоны и их проверяли на открытии и насколько потом реально их редактировать без изменения. и в общем-то при этом не проводить доработку этих шаблонов. Ну, после чего выбрали R7. Проводили данное тестирование с различными офисными пакетами из реестра. Мой офис был. Да, и опять вопрос, почему R7 не мой офис. Ну, в результатах тестирования выбирает и принимает решение заказчик. Соответственно, здесь мы никак не влияем на этот выбор. Наша задача быть совместимыми и с R7 и с мой офис. Задача Галлокса уметь работать также с обоими продуктами, а дальше уже заказчик принимает решение. Да, спасибо за вопрос. Интегратором, конечно, на самом деле быть нелегко, потому что всегда отвечаешь за конечный результат, стараешься, ну, скажем, получить его, причем иногда даже приходится убеждать заказчика в том, что система будет работать стабильнее именно так, как ты знаешь из своих лучших практик. С таким мы тоже, кстати, бывает, встречаемся. Но при этом, конечно же, интегратором в первую очередь быть интересно. Интересно быть интегратором, когда проект большой, когда есть сильная команда по его реализации. Это очень интересная работа, которая кажется иногда, что невозможно найти какое-то решение, но совместно с разработчиками, совместно сильной командой в интеграторе мы добиваемся результатов. Спасибо. Общее впечатление от реализованного проекта с нашей стороны и со стороны вендора для нас этот проект очень значимый, потому что для нас это был первый опыт решения такой именно задачи. мы очень горды и нашим партнерам и заказчикам, что получилось это реализовать и это действительно уже работоспособное решение, которое можно масштабировать и можно и уже масштабируется оно. Да, обучение сотрудников заказчика было, оно делилось конечно на две части. Это обучение пользователей были созданы видеоуроки по офисному пакету и по операционной системе по начале работы с операционной системой там всего по-моему более 40 академических часов данные в общем-то видеоуроки дальше при подключении новых пользователей им передаются для изучения. Было проведено обучение системных администраторов оно было в двух частях это был курс от авторизованного учебного центра компании базальт по операционным системам серверным операционным системам альта их сопровождению он стандартный его можно найти на описание его можно найти на сайте компании базальт то есть он там в двух частях вот соответственно мы причем его проводили без отрыва от производства скажем сотрудников не могли прервать полностью рабочий процесс у заказчика поэтому его проводили там несколько групп ну довольно-таки успешно в общем-то потом составлялись отзывы об этом об этом курсе в отдел базальта который заведует скажем учебными курсами вот они были достаточно положительные и вторая часть обучения это было обучение проведенное по внедренному решению оно было в течение пяти дней тоже в несколько групп мы рассказывали о как можно управлять ну вот о самом решении его архитектуре как им можно управлять ну системным администратором заказчика вот так было реализовано обучение на данном проекте что в целом позволило довольно таки быстро всех вести в курс дела обучение сотрудников заказчика было обязательно мы безусловно проводим обучение заказчиков обучение системных администраторов начиная как с промежуточного курса он такой некий средний между пользовательским и админским чтобы админов подготовить как минимум к линуксу и в том числе к нашему к линуксу к кольту и соответственно уже по результатам этих курсов дальше в наших учебных центрах админские углубленные курсы проходят заказчики вот также есть видео уроки у нас на сайте и у нашего партнера также есть уроки отзывы сотрудников заказчиков мы пока негативных отзывов не получали но галокс более подробно расскажет отзывы больше они собирали так как выполняли полностью от сотрудников заказчика да мы часто с ними работаем по управлению данной системой ну я скажу что есть несколько там сотрудников которые уже даже собирают пакеты в операционную систему в общем-то подняли достаточно ну свой уровень в области администрирования российских операционных систем и в целом говорят что операционная система довольно-таки устойчива понятно как она работает но конечно же для ее изучения и понимания нужно определенное время это время прошло в общем-то адаптации ну можно наверное сказать что нам даже нравится раз уже в общем-то участвуют в сообществе для распространения образов мы используем обычно распространение по сети при помощи PXE сервера да то есть есть стандартная в альтераторе базальтовском сервер развертывания да ну там не образами развертывается там как бы установка дистрибутива по сети вот ну а для установки образом там небольшая дописанная часть которая позволяет просто его склонировать образ лежащий в сети на компьютер если в общем такой части нету но мы допустим пландилу очень часто используют не сочтите за рекламу проект применим наверное в любой отрасли да указаны будь то медицина и образование более того в новосибирской области там сейчас и медицину подключают данную систему и образование указанное да вот в вопросе мы вполне готовы перенести проект в другой регион потому что в целом это стандартные компоненты как раз для для работы с системой управления мы готовы в общем-то и не только к системе управления построить но и далее к ней сервисы такие как файловое хранилище почтовые сервисы если требуется систему виртуализации включить которая будет в общем-то интегрирована уже с системой управления в части авторизации допустим в части в общем-то совместного допустим хранения каких-то данных бэкапов и так далее решение инфраструктурное прежде всего и здесь в общем не важно какая инфраструктура важно чтобы было возможно расширить как-то может быть минимально доработать есть какие-то особенности в каждой организации или в каждом регионе но в целом решение готовое да мы готовы общаться с администрациями регионов мы такие в общем-то различные проводим скажем и рассказ о наших компетенциях да скажем о том что мы можем стараемся общаться с администрациями регионов и ведомств если в общем-то здравоохранение комитет по Ленинградской области заинтересовался проектом мы готовы провести с ними обсуждение наверное по общению все-таки я скажу немножко мы естественно общаемся с администрациями регионов ведомств и так далее с заказчиками общаемся в частности с комитетом по здравоохранению Ленинградской области лично еще общаться не приходилось с городом уже общались в городе уже здравоохранение внедрения есть альтов и серверов но пока без вот такого инфраструктурного конечно решения но серверы и рабочие станции наверное где-то в половине больниц уже стоят в Петербурге как правильно отметили контракт закрыт еще в мае 21 года соответственно система ведет себя достаточно стабильно пока в общем-то конечно она не испытывает колоссальные нагрузки в 50 тысяч пользователей но там уже достаточно много рабочих мест сбоев пока обнаружено не было скажем сбоев которые бы нарушили систему будем честны то есть различные небольшие сбои которые в общем-то были вовремя выявлены с помощью мониторинга устранены они-то не присутствуют но таких чтобы система отказала там какие-то часть данных затерла ее пришлось восстанавливать из бэкапа такого не было или скажем отказала авторизация на всех компьютерах или хотя бы на части компьютеров нет в общем-то пока архитектура была задумана именно так чтобы обеспечивать отказоустойчивость критических компонентов ведь туда планируется и подключается та же самая вот медицина как я уже сказал да то есть нельзя допускать простоев были ли нагрузочные тесты нагрузочные тесты были они различные были задуманы и ну допустим среди них давайте конкретных примерах разберу как допустим тестировали службу каталогов да то есть ну помимо различных тестов что в ней авторизовываются Windows клиенты Linux машины да у нас действительно были тесты на ее возможность работать с 50 тысяч рабочими местами да допустим мы генерировали по-моему около 300 тысяч рабочих мест в ней не рабочих мест а записей ну скажем 50 тысяч рабочих мест да где-то в 5-6 раз больше по нашему мнению родило бы различных записей службы каталогов и для того чтобы проверить выдержит ли база данных да как она будет при этом реплицироваться со службы каталогов с контроллера на контроллер вот такой тест проводили потом в общем-то вводили еще один контроллер домина чисто и смотрели сколько по времени проходит репликация не упадет или не повредится база потом разваливали специально построенных из по-моему четырех контроллеров домина разваливали там два два делали неконсистентными и в общем-то смотрели как опять система поведет допустим генерировали сначала 20 тысяч учетных записей потом отключали два контроллера генерировали еще 20 тысяч подключали их смотрели в общем-то как поведет система в данной ситуации вот такие тесты различные были DNS записями были тесты когда мы генерировали поток DNS обращений контроллерам домина и узнали о том что он не способен в общем-то справиться с таким потоком поэтому на архитектуре было задумано установка промежуточных DNS серверов кэширующих потому что вот когда DNS хранит свои данные в службе каталогов самбо он не так быстро отвечает ну в общем-то нашли архитектурно достаточно красивый способ реализовать поэтому данная система 50 тысяч рабочих мест должна выдерживать ну кроме этого есть служба мониторинга сейчас которая отсматривает основные параметры загруженности нагрузки на службы вот в общем-то время за которое допустим отвечают сервера на запросы учетных записей на запросы DNS в общем-то эта статистика выводится ну ее суть по ней можно в общем-то скорректировать смасштабировать систему вот добавить ресурсов ну и так далее ну да привлекали в общем-то учебный центр который авторизован компанией базальт ну достаточно для компетенции учебного центра больше вопросов по-моему Евгения отвечала больше вопрос наверное к базальту в нашем учебном центре мы сертифицируем преподавателей преподаватели проходят обучение проходят сертификацию мы очень жестко контролируем это если учебный центр пишет сам курс мы его также авторизовываем и да компетенции учебного центра у наших учебных центров авторизованных да достаточно для администраторов заказчика здесь уже зависит от желание самого сотрудника обучаться как он будет вникать потому что опять же повторюсь у нас есть свои особенности в отличие от базовых основных линуксов и в них да надо вникать как только в них вникли дальше все становится гораздо легче и проще для понимания ну ограничение в 4 гигабайта действительно существовало на базе данных сайт самбы но уже давно используется ну как давно по моим меркам давно это по моему года полтора назад была изменена база данных самбы вот она сейчас в общем-то там поддержка гораздо большего количества по размеру сейчас сходу не скажу не скажу но в общем-то данная проблема она не существует сейчас мы используем в проекте чаще всего DNS сервер bind они встроены в самбу там в общем-то на встроенную самбу есть несколько ограничений в том числе по моему не работает round robin так как надо не работает пересылка запросов если у вас несколько доверий поэтому используем там bind 9 но при этом он тоже используется как DNS сервер который умеет хранить свои записи в службе каталогов там кстати реализованный механизм разделения прав на DNS записи для того чтобы нельзя было отредактировать случайно чужую DNS запись вот там это все есть поэтому мы используем чаще всего бит 9 все-таки DNS который встроенный он на большие проекты обычно его функционала не хватает ну конечно же у любого сотрудника который пересаживается за что-то новое у него в целом обычно не всегда позитивные эмоции я бы сказал в большинстве случаев они негативны даже если идет просто изменение одного программного продукта на высшую версию с серьезной переработкой интерфейса и конечно же здесь очень важно как бы сказать понизить какой-то уровень вот этой вот тревожности пользователя используя различные методы ну в частности мы допустим переносили пользователям которые были у нас в фокус-группе фон рабочего стола для всех пользователей размещали в общем-то привычным способом кнопки пуск там виджеты погоды у нас спрашивали мы добавляли вот была история такая что пользователям не очень удобно архивировать файлы ну а тут в чем проблема возьмите право кнопкой архивировать и все так вот оказывается когда запускается архиватор там можно выбрать 40 тысяч способов создания архивов да там всякие тары газеты и пользователям вот это жутко не понравилось нам это в общем-то не очень понятно что это такое тем более там по умолчанию выбирался там какой-то так ну тут конечно же тоже сделали быстренько адаптацию убрали лишние архиваторы с списком в общем-то сделали по умолчанию zip все стало архивироваться в один клик ну вот то что мы наверное сами бы никогда не предусмотрели а фокус-группа сразу в общем-то нам на это указала ну вот такие различные отзывы получали с ними работали ну что позволило более комфортно перевести скажем пользователей на российскую операционную систему шрифты меняли некоторых случаях иконки увеличивали для того чтобы более привычно они выглядели скажем более удобно было адаптация графических интерфейсов да она проводит проводится с акронисом касперским все хорошо это продукты включенные в реестр акронис мы в общем-то используем в проекте как средство бэкапа средство бэкапа хостов и в общем-то мы там еще бэкапим сами базы данных необходимых нам службу допустим самбо там бэкапится по файлу контроллера домена ну именно так описано в документации самбо мы даже проводили специально несколько раз его развертывание этого бэкапа с целью удостовериться что это действительно работает просто у майкрософта там довольно-таки сложно восстанавливается потом если у вас потерялись все контроллеры домена здесь вот это делается просто по файлу Касперский Касперский в общем-то на рабочих станциях ведет себя довольно-таки адекватно довольно-таки давно плюс в общем-то там существует агент под линукс который позволяет подключиться к ксц и сейчас в общем-то Касперский наконец-то выпустил Касперский секьюрити центр под линукс мы его активно пытаемся протестировать под операционными системами российскими в том числе вместе вот с командой базальта с отделом совместимости сейчас вот именно этим занимаемся чтобы запустить Касперский секьюрити центр чтобы он работал протестировать как-то функционально насколько это удобно неудобно какие в общем-то доработки хотелось бы увидеть потому что там он функционально значительно отличается от собрата Windows но по-моему достаточен для того чтобы управлять антивирусной инфраструктурой в ближайшее время я надеюсь что мы эти тесты проведем у доктора веб также работают и агенты на российских операционных системах и в общем-то сервер управления у нас есть несколько кейсов прямо-таки рабочий где развернут доктор веб на системе альт-образование это несколько школ вполне успешно там функционируют с нагрузкой около 100 компьютеров каждом поэтому с ними ну это еще причем наверное года три назад мы реализовывали когда только начали заниматься импортозамещением так что у них давно все хорошо да собственно мы на Акронисом бэкапим целиком сервера недавно общались с коллегами и в общем-то они обещают довольно-таки скоро выпустить версию Акрониса которая будет поддерживать гипервизоры какое-то количество гипервизоров которые есть в российском сегменте ну вот ждем обещали в общем-то в первом квартале вроде так он ли офис работает с операционными системами альт если это об этом работает и их сервер совместной работы не помню как он правильно там называется но работает я видел его инсталляции но действительно как бы есть российский в реестре его скажем собрат это р7 офис который в общем-то тоже совместим полностью с операционной системой альт даже мы как раз в проекте с новосибирской минцифрой его используем в качестве как десктопных редакторов так и сервера совместной работы который позволяет и файлами обмениваться и проекты там ввести какие-то еще в общем-то функционал там присутствует чата ну в общем работает он у нас на альт-сервере вполне себе он ли офис это свободный офисный пакет совместимый с ним есть но это в принципе так же как либроофис вы используете но отчитаться вы естественно не сможете этих поддержков вы можете получить только на форумах и там сообществе тех кто поддерживает этот проект соответственно совместимость с криптопро и так далее с другими продуктами этого офисного пакета это вы решаете сами да ну он ли офис соответственно есть официальность это р7 у нас в реестре просто он ли офис свободный р7 уже реестровый да евгения спасибо за ответ все действительно так хорошо совместимость с он ли офисом но в реестре есть в общем-то да русская его вариация р7 давайте вы когда используете продукты свободных проектов да вы в первую очередь смотрите надо ли вам по этому продукту отчитываться по импортозамещению да по офисному пакету надо если же есть такие продукты свободные по которым у нас пока нет требований по импортозамещению и вы используете свободные а не платные коммерческие дистрибутивы то соответственно вы должны быть готовы к тому что все вопросы вы будете решать и искать на них решения самостоятельно касательно совместимости с программным обеспечением у нас есть таблички и десятой платформы и девятой платформы сайта можно перейти соответственно совместимость с операционными системами каждый найдет для себя то что его интересует по поводу записи да велась запись также ожидаются другие вебинары связанные с инфраструктурными решениями запись будет выложена на нашем ютуб канале канал базальт спо альтлинукс вот он вообще перейти на все наши ресурсы можно с нашего сайта сейчас на сайте собр но все что только присутствует у нас то есть там и вконтакте и фейсбук и инстаграм и телеграм-каналы соответствующие да коллеги я тоже собаку галлокс где мы готовы в общем-то отвечать на на вопросы по различным российским решениям да от различных вендоров просто задавайте мы с удовольствием прокомментируем исходя из наших знаний опыта ну и компетенции да спасибо андрей спасибо емейлы в целом так мои вопросы у нас исчерпаны на сегодняшний день подробнее можно будет что-то лично узнать что-то можно прочитать будет и услышать эту запись еще раз на ютюбе большое спасибо всем спасибо всего доброго хорошего дня всего всего доброго коллеги до свидания до свидания доброго